Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Обзор сомнительной комедии «Зачинщики». Сегодня, как обычно, расскажу, что сам думаю о комедии, ну а в конце обзора можете послушать, что о ней думают мои друзья. Погнали! «Зачинщики» — это американская комедия от малоизвестного режиссера Джареда Хесса. Среди его работ не очень популярные фильмы среднего пошиба, вроде «Суперначо», «Наполеон Динамит» и «Дон Верде». Бюджет картины составил 52 миллиона долларов, а ее выход планировался еще в 2015 году. Но студия запустила процедуру банкротства, и премьера была отложена на неопределенный срок. Сюжет фильма рассказывает о дерзком ограблении банка, которое проворачивает компания из преступников-дилетантов. Ну, на самом деле, скорее дегенератов. Грабители уносят целую кучу бабла, но, как это часто бывает, грамотно распорядиться своей удачей им не позволяет жадность. История этого фильма частично основана на реальных событиях. В 1997 году в городе Шарлотт была ограблена компания Loomis Fargo & Co. Ограбление совершил инкассатор по имени Дэвид Гент вместе со своим сообщником Стивом Чемберзом. Именно эти люди и стали прототипами для персонажей-зачинщиков. Но сама история, само собой, подается исключительно в комедийном ключе. Основная сюжетная линия, которая раскрывает тему самого ограбления, тесно связана с любовной историей. Именно желание вдуть симпатичной коллеги и стало мотивирующим элементом, который сподвиг главного героя на совершение этого преступления. Ну, а дальше попытки скрыться, ФБР на хвосте и внутренний конфликт между грабителями. В общем, в плане сюжета все по стандарту. Лично я не увидел здесь ничего выдающегося, но здесь этого выдающегося на самом деле и не нужно было. Так как авторы, как мне кажется, тупо высмеивали это нелепое ограбление весь фильм, попутно цепляя к нему тонны абсурдных ситуаций. Да, сценарная реализация крайне простая и временами даже примитивная. Но от комедии подобного рода глупо ожидать чего-то другого. Другое дело, что комедия должна быть смешной и с этой задачей фильм справляется с переменным успехом, как мне кажется. В принципе, любой человек, который хоть немного интересуется кинематографом, должен заранее составить мнение об этом фильме, исходя из его актерского состава. Бородач Зак Галифианакис стал широко известен благодаря фильмам вроде «Мальчишника в Вегасе» и «Впритык». Кристин Уиг по жизни снимается в комедиях, качество которых неизменно попадает в интервал «Неплохой фильм»-полная Г. Короче, только их присутствие уже о многом должно вам сказать. В этом же фильме комедийную составляющую в основном вывозит именно Галифианакис за счет своего дурака-воляканья. В комплекте по стандарту слегка шизоидный образ, криповое поведение и разнообразные аморальные выходки. Здесь ваше восприятие будет напрямую зависеть от отношения к самому Галифианакису. Если он вас бесит, то и фильм точно не понравится, так как Зак занимает большую часть экранного времени. Остальные составляющие юмора в этом фильме традиционны для американских комедий подобного рода. Шутки по поводу секса, пердежа, временами успешный стёб социальных групп и явлений, ну и пару раз неплохо сыграли на абсурдности ситуации. В целом юмор сносный. Безусловно, если сравнивать такой юмор с комедией каких-нибудь братьев Коинов или даже с недавними славными парнями, то это сомнительное удовольствие с деграданскими шутками. Если же оценивать безотносительно к другим фильмам жанра, то Зачинщики это самый стандартный фильм с парой-тройкой удачных шуток и кучей абсурдных ситуаций, рассчитанных на нетребовательного зрителя. Даже до уровня того же «Мальчишника» в Вегасе фильм явно не дотягивает. Ну и булки у меня ни разу не пригорели, что в последнее время уже большое достижение. По поводу актёрской игры я тоже не могу поделиться с вами какими-то откровениями. Как я уже сказал, фильм почти полностью отдали на откуп Заку Галифианакису. Его место, кстати, мог занять Джим Керри, но как-то не срослось. Так что в итоге вместо одного специфичного актёра получили другого. Ну а играет Зак, как всегда, ничего особенного. Остальные актёры получили не так много экранного времени, но свои роли отыграли достаточно качественно. Кривоносый Оуэн Уилсон, как всегда, играет самого себя. Кристиан Уиг, также без откровений. Она, видимо, решила не расставаться со своими коллегами по ремейку Охотников за привидениями, так как фильм занесло почти всех охотниц. Помимо Кристиан, тут и Кейт МакКиннон и Лесли Джонс. Кейт МакКиннон, кстати, в роли бывшей здесь просто уморительно. Почти так же, как и в Охотницах. Люблю её. Неплохо выглядел и Джейсон Судейкис. Его комичный образ и крайне эпизодическая роль показались мне чуть ли не самым интересным элементом в фильме. В общем, комедия, на мой взгляд, получилась слабой, с примитивным сюжетом, средняковым сценарием и обычной актёрской игрой. Но самое главное, на мой взгляд, она получилась не особо смешной. Советовал бы смотреть только если шумной дружной компанией. Это моё мнение, но мнение моих друзей разделилось. Ксюха, как фильм? Понравился мне? Да, фильм мне очень понравился. Он достаточно весёленький. Тебе всё время было смешно, не было скучно? Ну, иногда моментами было скучновато, но в целом было весело. А как юмор вообще? Пошлый, нет? Нет, не сильно пошлый. Когда я ходила на предыдущий фильм про сосиски, он был намного пошлее. Этот лайтовый. Суперский фильм. Я вообще не пожалел, что пришёл. Честно говоря, сомневался, видел афишу, но вот сейчас не жалею абсолютно ни о чём. То есть отдохнул нормально? Отдохнул вообще классно. На этот фильм стоит пойти в компанию друзей и так серьёзно поугарать. Ну, то есть он весёлый, да? Да, фильм супер. Мне понравился. Юмор на уровне. То есть не самый отстойный. Самое оно. Я считаю, что это очень низкопробное кино. Почему? Ну, ничего интересного в нём нет. Нет ни интересного сюжета, ни сценария. Отстойный юмор. Ну, там одна была. Одна шутка была, которая ничего такая, из-за которой я улыбнулась. А всё остальное полный отстой. То есть юмор похабный, пошлый такой? Да, ну, я не знаю. Или он не смешной просто? Он просто не смешной, просто, не знаю. Бывает классный юмор, многослойный, интересный. А тут это всё настолько примитивно, и мне кажется, столько фильмов уже таких было, что, ну, не знаю. Я пожалела, что я потратила время. Ну, на самом деле, первое впечатление, которое сложилось при начале просмотра фирмы, было негативно. Начался опять этот пердёж стандартный. Но буквально уже на пятой минуте стало реально смешно. Большинство шуток, ну, на мой взгляд, не настолько изъезжены. И когда я смотрел какую-то там сюжетную часть, да, я не ожидал, что вот сейчас вот будет такой разворот. То есть каждый раз это было что-то удивительное. Ну, и в конце меня очень порадовало, что, оказывается, всё-таки фильм был основан на реальных событиях. И я не слышал об этой истории, но мне показалось круто, что по поводу него оценили такой фильм. Он был интересный. Ну, самое главное, он был весёлый, правильно? Ну, я реально пришёл после двух работ, очень уставший, но я расслабился, забыл обо всех проблемах, и сейчас выхожу с припойнятым настроением. Было что не понравилось? Не было таких моментов. По десятибальной шкале что? Восемь. Восемь с половиной. Ну, если оценивать именно как комедию, не ждать от неё интеллектуального юмора, то смело восемь, а может даже и девять из десяти. Дома или в кинотеатре? В кинотеатре. Да, лучше пойти в кино, в компании друзей, так посмеяться. Фильм, на котором можно отдохнуть. А как ты думаешь, если одному пойти, будет нормально? Одному, ну, надо взять с собой что-нибудь, выпить только. Ребят, на этом всё. Надеюсь, вам понравился обзор. Если да, то не забудьте оценить. Пишите, что сами думаете о фильме в комментарии. Заходите, подписывайтесь в мои паблики, инстаграм, питерский, подписывайтесь в мой отдельный питерский паблик. Будем с вами вместе фильмы смотреть. И помните, всегда есть фильмы, которые стоит посмотреть. Пока. «Полный расколбас» — это американский мультфильм для взрослых от режиссёров Грэга Тирнона и Конрада Вернона. Если первый мужик ничем особо неизвестен, то второй был сценаристом первой части Шрека и ставил вторую. Также он режиссировал третью часть Мадагаскара.